Оппозиция Армении готовится к новому объединению Рисунок к статье Армения, 1 марта 2008 года Фото В воскресенье в Ереване состоялся митинг, посвященный памяти жертв событий 1 марта 2008 года Инициатором акции стал Армянский национальный конгресс, Анг, первого президента республики Ливанатер Петросяна Семь лет назад противостояние именно его сторонников, оспаривавших итоги президентских выборов, вылилось в столкновение с правоохранительными органами, в результате которых погибли 10 человек В митинге приняли участие представители ряда оппозиционных партий, что позволило строить предположение о зарождении новой антиправительственной коалиции Накануне о своем решении примкнут к акции Анг объявил вечный оппозиционер, лидер объединения национальное самоопределение, НС, Пару Рай Рикян Он объяснил, что партийное решение по этому вопросу как таковое не принималось, но члены НС будут присутствовать на митинге, как делали все последние годы, участвуя 1 марта в мероприятиях, посвященных памяти жертв трагических событий Это может быть митинг Анг, процветающей Армении или какой-либо другой силы, неважно Мы идем на площадь почтить память погибших 1 марта, минус заявил Пару Рай Рикян Несмотря на то, что лидер НС подчеркнул традиционность участия своей организации в акциях 1 марта, в Ереване стали поговаривать о том, что первый день весны может ознаменоваться появлением нового оппозиционного альянса Последний минус тройка в составе Анг, процветающей Армении, по, и наследие минус похоже, развалился, не успев причинить властям сколько-нибудь серьезных неудобств Официального объявления на этот счет вроде не было, но стремительное отступление лидера по, олигарха Гаги Кацарукяна сразу после встречи с президентом Армении Сержем Сарксяном, сомнений на этот счет оставляет мало Напомним, что оппозиционная коалиция назначила на 20 февраля общенациональный митинг, на котором собиралась требовать отставки правительства, досрочных парламентских выборов и отказа от конституционного передела полномочий ветвей власти Власти сыграли на опережение Президент Сарксян поручил начать тотальную проверку бизнес-деятельности Сарукяна и одновременно исключил его из состава Совета национальной безопасности Не дожидаясь больших неприятностей, Сарукин встретился с главой Армении, после чего распространил заявление об отказе от радикальных методов борьбы с властями, ибо это гибельно для страны Без его личных сторонников и его же финансовой подпитки оппозиционное движение не могло не потерять в убедительности Вдобавок к этому в местной прессе появились сообщения о том, что собрался завершить политическую деятельность экс-министр иностранных дел Вардана Сканян Харизматичный политик, согласно публикациям, решил покинуть не только оппозиционную процветающую Армению и парламент, но саму Армению буквально В условиях упадка и брожения в оппозиционной среде, как пишет газета Айкакан Джаманак, инициативу, похоже, примерился взять в свои руки Парур Айрикян Глава национального самоопределения провел консультации и ряд встреч с различными политическими силами страны Айрикян подтвердил факт встреч, но уточнил, что затеял их за некоторое время до распада оппозиционной тройки «У нас пока нет программы действий, мы пытаемся последовательно выработать общие подходы», – заявил Айрикян Эту информацию подтвердил лидер партии «Наследие» Рафио Ваннисян По его словам, тройки уже нет, а других оппозиционных альянсов пока еще нет, но они, очевидно, появятся, поскольку чувствую, что рядовой гражданин хочет единой борьбы «Я и члены моей партии встречались с представителями нескольких политических сил Конкретных договоренностей нет, но мне кажется, что много людей чувствует серьезность ситуации, поэтому эти встречи продолжатся», – минус подчеркнул Рафио Ваннисян Он выразил надежду на то, что анонсированный на 6 марта митинг состоится, и не исключил, что на нем может быть оглашено некое совместное решение противников власти Если, конечно, к тому времени разрозненная оппозиция сумеет определить общие интересы До 6 марта осталось совсем немного, и скорее всего поэтому в обществе появилось предположение, что некие точки соприкосновения оппозиция могла бы найти на акции 1 марта Впрочем, говорить о том, что все население республики ждет не дождется совместных действий противников власти, было бы неправильно Дело не только в том, что действующая власть хороша для определенных слоев Или в том, что в оппозиции сплошь хорошо знакомые лица, из года в год ходящие по замкнутому кругу, но и в сложной ситуации, в которой находится Армения Республику не мог не задеть российский кризис Крайне тяжелой остается обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе По сообщению из Степанакерта, 28 февраля силы армии обороны Нагорного Карабаха отразили очередную попытку диверсии азербайджанских вооруженных сил Но при этом сами потеряли убитыми двух бойцов С учетом этого, а также того, что 24 апреля Армения широко в присутствии высокопоставленных иностранных гостей будет отмечать 100-летие геноцида в Османской империи Часть армянского общества искренне полагает, что сейчас не лучшее время для внутриполитических выяснений отношений Субтитры создавал DimaTorzok